Здравствуйте! Вы смотрите Новости Русского Мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. В прокат вышла драма «Первый Оскар». Рудольф Нуреев. История самого известного невозвращенца СССР. Выставка «Давай играть как раньше», посвященная игрушкам советских времен, открылась в Доме музеев на ВДНХ. А теперь более подробно об этих и других новостях. В широкий прокат вышла, основанная на реальных событиях, драма Сергея Макритского «Первый Оскар». Картины переносит зрителя в тяжелый 1941 год, где студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказались от эвакуации и вместе с кинокамерами отправились в пекло битвы за Москву. О свершениях и таланте молодых репортеров на фоне войны расскажем в следующем материале. Хроника подвига советских воинов, снятая в окопах под градом пуль, принесла Советскому Союзу премию «Оскар». Эти люди не просто получили крупнейшую кинематографическую награду. Они показали всему миру, как немецкая армия, смявшая своим железным сапогом всю Европу, получила невиданный отпор под замерзшей, уставшей, но непоколебимой Москвой. Вокруг была война, и то, что было не до «Оскара», по большому счету, то это не было таким значимым каким-то событием, оно не так освещалось, как должно в ту пору. И то, что мы сейчас делаем это кино и рассказываем зрителям и кинематографистам многим, потому что многие не знали, что первый «Оскар» Советский Союз получил именно за документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Но это повествование не только о профессионализме и верности своему делу, несмотря ни на что. Оно о дружбе, проверенной тяжелыми испытаниями, о верной любви и о неиссякаемой тяге к жизни. Да вас никто не давал такого материала. Ваш репортаж уникальный. Лёва, молодец. Юна должна знать, что я люблю. Смирись ты уже. На фронте готовится масштабное контрнаступление. Руководство страны ждет от нас фильм. Пойти в кинотеатре на этот фильм каждому из нас стоит даже не из-за блестяще написанного сценария звездного актерского состава и необыкновенно снятых сцен военных баталий. Куда важнее интересно проведенного времени за хорошим кино сохранение в памяти истории нескольких смелых мальчишек, которые своими жизнями спасли наши настоящие. В торговом доме «Библиоглобус» состоялась презентация серии книг Юлии Погребинской под названием «Перо ангела». Это добрые сказки для детей и взрослых. Подробности в репортаже моей коллеги Евгении Фахурдиновой. «Перо ангела» — это три книги с исцеляющими сказками для маленьких и взрослых детей. Каждая история повествует о трудностях, с которыми сталкивается главный герой. Следуя за персонажами из разных сказок, читатель находит выход из любой затруднительной ситуации. Книги из серии «Перо ангела» можно использовать как диагностический инструмент для детей и взрослых. На задней стороне обложек издания закреплены шесть магнитов. Каждая из них соответствует одному рассказу, то есть одной трудности и ее преодолению. Всего в сборнике 18 сказок и столько же соответствующих им символов. Эта концепция не имеет аналогов в мире. Я верю в то, что в каждом человеке есть внутренний ребенок, независимо от возраста. И поэтому сказки писались для того самого внутреннего ребенка от 6 до 99 лет. Суть в том, что сейчас очень много информации, очень много советов мы все получаем. Нам всем рассказывают, как нам жить, что нам делать, куда нам идти. А в сказке можно этот совет таким образом сформулировать, что человек это воспринимает естественно, плавно, без какого-то сопротивления. В 2021 году серия книг «Перо ангела» была выдвинута на премию «Книга года» в номинации «Искусство книгопечатания». Юлия Погребинская известна читателям и благодаря книге «Цвета нашей жизни», в которой в интересной и прикладной манере описаны качества различных цветов и их влияние на человека. Как автор, чьи книги продаются в крупнейших книжных магазинах, Юлия поделилась своими наблюдениями, насколько изменилась покупательская способность в последнее время. С покупательским спросом проблема началась во время карантина, во время всех этих локдаунов, когда мы столкнулись с тем, что сначала были магазины закрыты, потом магазины распродавали то, что к ним попало на полки до локдауна, потом люди приходили в себя, но я верю в то, что доброе и светлое, оно всегда в любые времена актуально, и вопрос только в том, что люди должны знать о том, что это существует. Посетители презентации не только смогли приобрести книги, но и пообщаться с автором, задать вопросы Юлии Погребинской и получить ее автограф. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Завершился международный культурный проект «Нуреевские сезоны», открывший каждому почитателю балетного искусства неизвестные страницы жизни и творчества великого артиста Рудольфа Нуреева. Фестиваль прошел на центральных площадках Москвы, Уфы и Казани. О судьбе самого известного невозвращенца-беглеца из СССР расскажет моя коллега Дарья Валиахметова. Татарин и Башкир, потомок Чингисхана, дитя Второй мировой войны Рудольф Нуреев. Самый выдающийся танцовщик прошлого столетия, не любил вспоминать о своем непростом детстве, но часто повторял, что уже в пять лет точно знал, кем хочет быть. О своенравном характере артиста, резких поворотах его судьбы шла речь в проекте «Нуреевские сезоны». Балет – это именно тот вид искусства, который, как космос наш, популярен и интересен во всем мире, и с помощью которого мы можем делать какие-то вот эти миссии по объединению людей в лучших порывах их, так скажем, жизни, в духовных каких-то вещах. А такой герой, как Рудольф Нуреев, который человеком мира является, оставшись волею судеб когда-то за рубежом, он сделал очень много для того, чтобы прославить русский балет. От программы фестиваля разбегались глаза. Были организованы фотовыставки, показы документальных фильмов, выступления известных деятелей культуры. Также организаторы приберегли для всех приятный сюрприз, объявив о завершении работы над новым документальным фильмом «Рудольф Нуреев. Нездешний остров», который был снят, несмотря на пандемию. Одна из героинь киноленты, прима-балерина театра «Ла Скала» Карла Фраччи, вспоминает, каким волевым человеком был Нуреев. В один вечер, когда буквально ничего не было в порядке, все было плохо с дирижером, с туманом, запускаемым на сцене. С самого начала спектакля было, казалось, положено буквально «нет» на все. И когда шел третий акт, я исполняла «Черную лебедь», запомнилась навсегда, как он крепко взял меня за руку, и мы, как два разъяренных зверя, вышли вместе на сцену с желанием показать публике все, что можем, собрав весь энтузиазм. И это был на самом деле момент очень эмоциональный. Он как бы взял на себя управление этим моментом, ища при этом моей поддержки. Друзья и коллеги знаменитого танцовщика, приглашенные на фестиваль, много вспоминали о жизни и творчестве гения. Однако красной линией во всех этих рассказах прослеживалась его неутолимая тоска по родине. По целому ряду причин он не мог вернуться в СССР, но при любом удобном случае направлял средства своей семье и писал письма, пропитанные болью и любовью, где говорил «Я не могу быть счастлив, если я не вижу свою маму». Дарьева Леохметова, специально для телеканала «Русский мир». В доме музеев на ВДНХ состоялось открытие выставки «Давай играть, как раньше», посвященной игрушкам советских времен. Здесь каждый взрослый может вновь приоткрыть дверь в давно ушедшую страну детства и показать своим детям и внукам, о каких куклах, машинках и железных дорогах он мечтал, кажется, еще не так давно. О воспоминаниях нежного возраста, приправленных ностальгией, в следующем репортаже. Писатель Джон Брэдшоу говорил, все мы остаемся детьми, сосланными во взрослую жизнь. Придя на выставку «Давай играть, как раньше», каждый уроженец советской эпохи сможет легко попасть, будто на машине времени, обратно в прошлое. Будет ли интересно здесь тем, кто пластмассовой кукле предпочитает гаджеты, о простой железной дороге и робототехнику, расскажет коллекционер Семен Жильцов. Я считаю, что советская игрушка будет всегда актуальной, потому что это наша история. Детям, конечно же, будет интересно посмотреть, во что играли папа, мама, бабушки и дедушки. Еще рассказать о одной из самых твоей любимой игрушки. Это вот такой набор металлических машинок, военной техники, которая производилась на Тульском патронном заводе. И в такую игрушку можно было играть целыми днями, потому что можно было поставить экспозицию. И, конечно, такая игрушка воспитывала кого? Патриотов нашей страны. Аккуратные игрушечные сервизы, словно уменьшенные волшебником, глазастые сладко сложные пупсы, крепкие и надежные неваляшки. Все это не может не вызывать уважения к мастерам, вложившим душу в их создание. О том, чем советская игрушка кардинально отличается от современной, рассуждала директор Музея Советского детства Олеся Жильцова. Тут нет никаких бэтмобилей или всевозможных космических кораблей, которых не существует. Тут именно те игрушки, которые ребенок видел в постоянной жизни. Те же грузовики, экскаваторы, самосвалы. Для девочки это куклы не с нереальной фигурой, а куколка с фигурой сверстницы или, наоборот, малыша. Такие куклы воспитывают материнские чувства, воспитывают чувство коммуникабельности. Приятно видеть метаморфозы, происходящие со взрослыми, когда они из общей пестроты витрена выделяют именно свою игрушку, ту, которую обожали много лет назад. На лице появляется счастливая улыбка, глаза сгораются, а плечи расправляются, словно с них кто-то стряхнул груз опыта. Игрушки целлоидные, мною любимые особенно все. Ну, во-первых, потому что их нет теперь, они не производятся. Прекращено их производство в конце 60-х годов по причине их горючести, и оказалось, что они очень опасны, вредны, поэтому они, к сожалению, были сняты с производства. Ну, поэтому их теперь найти очень сложно, и вот они представляют для меня, ну, особую ценность. Приходите в Дом музеев на ВДНХ на эту трогательную выставку вместе с детьми, чтобы они удивились тому, какими маленькими когда-то были их родители. И не забудьте после сказать своим детям или внукам, давай играй, как раньше. Любовь Курьянов, специальный ответитель канала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания!